друзья всем привет это видео будет а таких интересных вещах как bg 109 промывка масляной системы заливается непосредственно в масло заливную горловину смешиваться с маслом и так происходит очистка масляной системы от различного лака от различных отложений и так далее и также в комплексе буду пользоваться средством джокс вообще используется для очистки карбюратор она но в народе зарекомендовала себя как эффективное средство для раскопцовки поршневых колец и в этом видео мы увидим как эти две вещи справиться со своей задачей для чего я это делаю первое у меня жор маслом примерно 300 грамм на тысячу километров и это первая цель которую я хочу достигнуть уменьшить расход масла 2 моя цель это очистить камеры сгорания очистить поршни в этом видео также я буду пользоваться эндоскопом мы сравним результат до результат после и поймем эффективность данных средств также цель того что я делаю это избавиться от детонации она в свою очередь появилась вероятнее всего от того что камера сгорания очень сильно загажены то есть налет кокса налет различных всяких отложений что приводит к преждевременному возгоранию топливной смеси и появляется детонация а еще недавно я вырезал себе катализатор и прошил свой автомобиль и сделал небольшой чип тюнинг себе не только евро 2 а еще небольшой чип тюнинг и проявление нации еще больше увеличилось поэтому с помощью этих двух средств будем пытаться избавиться также и от детонации первым делом зальем bg-109 в двигатель дадим поработать по моему по инструкции 10 минут на оборотах 1000 1200 дадим поработать а затем уже в камеру сгорания с ним вкусной коллекторы и через свечные колодцы мы зальем туда джокс и после того как он справится со своей задачей мы сливаем масло хорошенько первым делом встряхиваем баночку и заливаем эту гадость в двигатель гадость и счета редкостная так что будет осторожно чтобы не попала на кожу никуда если пойдет сразу же проводим все заводим двигатели и даем поработать 10 минут на оборотах тысячу тире 1200 оборота двигателя регулируется вот таким способом доска в педаль и регулируем надо меньше делаем меньше надо больше делаем больше смотрим что у нас ну 1100 поднимаем еще поднимаю папа все 1200 вот так примерно и держим держись родная здесь всех таких вещах держите рядом с собой огнетушитель мало ли что как только двигатель полностью прогрелся из трубы повалил дым такой сизоватый дым очень пошел у нас пока это все дело у нас коптится тут можем пасеку снимать защиту двигателя подготавливать ключей посмотреть как снять вкусной коллекторы и так далее снимаем насос вторичного воздуха отключаем топливную трубку откручиваем достаем масляную щупу обязательно потому что здесь у нас крепление откручиваем вот эти два болта и откручиваем полном шесть болтов снизу коллектор прикручен 6 болтов все пустой коллектор снят смотрим состояние куча грязи эти каналы для подачи топливной смеси мы тоже за бжиком джоксом посмотрим как он это все дело растворит так ну опять таки хорошенько встрахиваем баллон и начинаем уровну запенивать так свечи мы назад поставили теперь все это пуска минут десять отмокает минут через десять нужно будет добавить этой же же еще у нас еще пол баллона осталось в примерно также для большей эффективности рекомендуют ребятки переместить положение поршней чтобы ты гадость выпала и хорошо и на кольца между кольцами в общем чтобы попала везде для этого достаточно просто автомобили поставить на первую вторую передачу и немножко вперед-назад его покатать ну буквально немножко 5-10 сантиметров поршни достаточно быстро и легко внутри там проворачивается внутри мотора смотрите как отличненько весь налет уже поднялся и очень легко смывается тряпочка но еще не все еще раз гнезды запшикали все джизок достаточно сильное средство то есть хорошо нагар весь поднимает его ну а 30 какая красота уже немного очистил у нас пользуюсь возможностью свечи также так ну все свечи я достал заливаем по второму разу ух ты так видно что первый второй цилиндр они полные с третьего такое чувство что ушло все под поршень что дальше накрываем все это ветошью желательно чистый чтоб на увидит сколько у нас вылезла туда грязи и дальше если у вас автомобиль с двигателем такого вот планом не доступа к свечам из-за такого коллектора и вы отключили топливную трубку обязательно достаем предохранитель на топливный насос потому что если мы сейчас начнем крутить стартером на здесь плане топлива это минус раскоксовки на таких двигателях находится вот здесь и нам нужно вот этот вот синенький предохранитель и видео находится его достаем и только теперь мы можем подлежить аккумулятор потому что если бы мы подключили аккумулятор не доставший предохранитель то помню что наши автомобиля когда открывается водительская дверь включается насос и горе топлива у нас было бы здесь все бензинчики поэтому сейчас смело клемму диван и начинаем крутить стартером вот итог что мы видим немножко наклоне на колодец для свеч то есть вот 1 2 цилиндра и 3 4 цилиндра у них его скажу вам и здесь все у нас залито но ничего это мы все подотрем кстати попробуем еще раз перевернует рамочку ну пусть а вот остатки все принципе сверху аккуратненько счастлива протираем на вкусном коллекторе вот эти резинки желательно заменить на новое откручиваю в поддоне пробку подставляем что-то и сливаем оставляем к не строчку минимум 4 литра желательно берите побольше и маслица у нас пошло по запаху маслица чувствуется вот а жижа которому заливали 1 в г-109 такой резкий запах ждем еще пару минут пускай стечет полностью все кстати ребятки если снять старый фильтр и пару раз крутанут стартером то еще прилично масло не знаю грамм сто двести еще масло выливается через отверстие для фильтра так все масло слито фильтр ставим новый и буду пробовать этот раз новая лакуайловское масло генезис генезис армортэйш 5 в 40 потому что зима у нас ужасно носок насос уже сложно прокачивать 10 в 40 поэтому будем лезть 5 в 40 не забываем чтобы не угощить при старте не фильтра не движок наливаем сразу масло фильтр перед тем как его установить одну треть чего маслица одну треть мы наполнили также не забываем смазать вот эту резинку сверху прокладочку после прогрева автомобиля слегка много дыма у нас из трубы идет такого не было раньше но это выгорают все эти остатки говорят сам первое 100 200 километров после промывки после замены масла такие вот визуальные эффекты вас могут сопровождать потом должно пройти все ну что ребятки всем же интересно самый интересный результат получилось что-то у меня не получилось я напомню я хотел уменьшить расход масла первое уменьшить детонацию почистить цилиндры почистить поршни поэтому рассказываю первое насколько очистились камеры сгорания вот смотрите фотография моих цилиндров до того как я все это делал видим как все загажено а вот эти кадры уже после промывки мбг 109 и после раскоксовки джизокс как видим результат как бы есть но последнее вот это видео первые 14 цилиндров не более-менее удобный доступ можно доскопом залезть посвятить а и самое интересное что снимал это видео я спустя где-то 100 километров и после раскоксовки после чистки то есть весь дым у меня из трубы уже пропал я решил залезть посмотреть состояние цилиндров и вот это вот результат спустя 100 километров то есть видим первый цилиндр более-менее чистый относительно но что-то все равно видно мокрое на поршне скорее всего это масло четвертый цилиндр почти такой же загаженный какой какой и было есть варианты что за эти вот 100 150 километров которые проехал он снова загадился вероятно возможно просто плохо очистился поэтому за очистку камера сгорания такая троечка четверочка не больше второе детонация от детонации я избавился полностью если наблюдаете за моими видео видели что не так давно я вырезал себе катализатор сделал чип тюнинг кроме евро 2 я еще немножко сделал чтобы больше динамики было отзывчивость педали и так далее то есть ролик и смотрите так как движок немножко подушат он был у меня детонация была еще до этого то есть при резком газе на любой передаче практически слышно было детонациям после чип тюнинга она еще стала более отчетливее проявляться и сейчас как результат после промывки bg 109 и и раскоксовки джокс детонация полностью ушла жму педаль в пол на любой передаче при различных стилях вождения детонация все просто большой большой лайк всем этим двум средствам камеры все-таки отмылись достаточно отмыли чтобы убрать детонацию то есть из-за того что было закоксованы камеры сгорания были верх сам поршень впускные выпускные каналы не знаю что именно нам было закоксовано не знаю из-за чего именно была детонация но после промывки всей этой детонация ушла поэтому огромный лайк ну и третье на на для вас самое интересное умельчился ли расход масла на сколько он уменьшился пойдем посмотрим включаем зажигание и жмем кнопку сброса видим что до того у меня осталось 8 800 то есть это значит что после того я проехал 1200 километров на самом деле проехал я немножко больше то есть может даже и полторы потому что я не сразу скинул что-то я не сразу заметил что меня напрягает эта лампочка сервиса не сразу скинул но возьмем в среднем проехал альтера 1300 тысячу 400 до промывки и раскоксовки то есть на этот километраж у меня уже приходило примерно 400 грамм а сложив просто бог знает еще где-то уходило 300 грамм маслом я проехал уже где-то 1300 то есть это ну примерно то 400 грамм масло уже после замены я залил до уровня уровня минимального залил то есть меньше середина и налил потому что на этих моторах нельзя заливать много масса то есть не не в любом случае не по верхней метки и даже не по средней но в этих двигателях нужно заливать масло Где-то ниже середины метки Проверяем, что сейчас Так, ну и видим на щупе, что Масло у меня по нижней метке То есть заливал я буквально Вот на 2 миллиметра больше Вот на середину, заливал где-то вот так И сейчас масло вот так То есть ушло за Почти полторы тысячи Ушло буквально вот миллиметра два То есть две полосочки вот на щупе ушло Ну это точно не 300 Это не 400 И это я думаю даже не 200 То есть максы ушло грамм 100 Ну что, вот на щупе вы в принципе сами увидели Ушло буквально миллиметр два масла То есть это расход 100 грамм масла Вот на почти полторы тысячи Я считаю, то есть эффект удался Раскоксовка джоксом и промывка двигателя BG-109 Данной химии она сделала свое дело Может не на 100%, но в любом случае маслосъемные кольца У меня на двигателе немножко расшевелились То есть возможно весь кокс Все эти маслоотводящие каналы Само кольцо, возможно оно было полностью закоксовано Ну то есть я не разбирал, я не видел Шевелилось оно, не шевелилось Но в любом случае эффект есть Масло начало хорошо сниматься Судя по видео с эндоскопу Могу сделать вывод, что первое, что три цилиндра раскоксовались Четвертый цилиндр, возможно не смог полностью раскоксоваться Потому что вы видели сами на видео, что четвертый цилиндр Он достаточно все равно грязный Возможно теперь только в четвертом цилиндре У меня происходит угар масла Так как возможно там кольца полностью не расшевелились Маслоотводящие каналы все так же забиты И поэтому масло четвертый цилиндр жрет Возможно какой-то другой расклад Но в любом случае результат меня приятно порадовал А что говорят специалисты вообще по поводу вот этих химий всех БГ-109 промывка, которая заливается в маслозаленную горловину Ее нужно применять перед каждой заменой масла Если у вас движок уже подустал, он у вас не новый Вы проехали уже на нем 1100-150 То есть специалисты рекомендуют какую-то химию, какую-то промывку Заливать перед каждой заменой масла То есть залили, 10-15 минут погоняли на холостых Там немножко повышенных оборотах Без нагрузки большой Слили Желательно еще промывочное масло использовать После всей этой химии Потому что масло мы знаем стекает не полностью Поэтому желательно еще промыть любым промывочным маслом И после этого уже заливать свежее масло Сам производитель вот этой БГ-109 Он заявляет, что 3-4 промывки И раскоксовывается все Удаляется весь нагар со всех внутренних элементов двигателя Весь лак Все подымают Если даже что-то в поддоне у вас там уже накопилась куча грязи Осадок Либо на сеточке масляного насоса То есть эта химия все растворяет И все это гадость вы сливаете в принципе В промывочное масло и заливаете свежее масло Эффект гарантирован